Читаем книгу пророка Амоса. Шестая глава, она такая последняя теоретическая. То есть последняя, которая излагает речи Амоса, а начиная с седьмой пойдут уже действия и взаимодействия. Напомню, что в прошлый раз была речь о том, как израильтяне не хотят искать Бога, а хотят жить так, как им нравится. Вот шестая глава продолжает эту тему. Горе тем, кто обеспечен на Сионе, кто доверяет горе Самарийской. Нам кажется, что все то же самое, но на самом деле разница есть. До сих пор у нас шла речь про эту самую Самарийскую гору. Напомню, что Самария – это область, которая и сегодня есть в государстве Израиль. Область, которая была населена северными племенами израильскими и называлась как раз часто Израильским царством или Северным царством. И в этот момент они были разделены северно-израильское, южно-иудейское. Отношения между ними были, но не очень хорошие. Близко родственные народы, даже вообще-то один народ. Но политические дрязги, но бесконечные претензии, в общем, это часто бывает у близких народов. Уж позвольте мне не приводить более конкретные примеры из современной истории. И начинает он, конечно же, с Северного царства. Все предыдущие главы в основном о нем и говорили. Это очень понятно, потому что сам Амос из Северного, из Израильского царства. Но тут он перекидывается на иудеев, на вот этих вот братьев, но таких не очень дружуственных братьев, на братьев, которые на самом деле нам совсем не братья, думали израильтяне. И вдруг неожиданное такое обличение, кто доверяет горе Самарийской цвету первого из народов, это к ним приходит дом Израилев. Получается, что иудеи плохи не тем, что они враждуют с израильтянами, что они не доверяют им, а плохи как раз именно тем, что они им доверяют. Что же это такое? У нас только что было столько обличений, что вот в этой самой Самарии, в этом самом израильском царстве творятся всякие безобразия, и, в общем, ничего хорошего о них особо и не скажешь. И, соответственно, когда Южное царство, где Иерусалим, где как раз центр поклонения, начинает к ним в этом присоединяться, то это себе на беду. И дальше такая иллюстрация. Идите в Калне и посмотрите, оттуда ступаете в Хамат великий, ассирийские города. Спуститесь в Гатт филистимский. И филистимский город – это все не самые дружественные царства. То есть, если израильтяне и иудеи – братья с недоверчивым отношением, то вот ассирийцы и филистимы – это враги, враги, враги. И никакие не братья совсем. Так вот, идите в Калне, в Хамат, в Гатт. И понятно, что, в общем, не надо туда ходить совсем. Помните, у нас только что Амос говорил, в Вифиль не ходите, в Гилгал, в святилище эти, а идите к врагам. Идите к тем, кто вас прорабощает, к тем, кто вас не любит. Зачем же? Спуститесь в Гатт филистимский. Лучше ли вы, чем эти царства? Обширнее ли ваши пределы? Ну, они должны были бы ответить, конечно, мы гораздо лучше, потому что мы почитаем единого Бога, и вообще мы молодцы. Пределы, наверное, не обширнее. Нет. Народы эти, может быть, посильнее. По крайней мере, ассирия совершенно точно. Филистимляне еще так неизвестно, кто больше. Но он говорит им, вы ничем не лучше. Вы ничем не сильнее. Задумайтесь об этом. Сами по себе вы мало значите. Вы пытаетесь отсрочить злой день и насилие возводите на престол. Насилие возводите на престол. Смотрите, это не обличение конкретного царя, правителя, князя. Хотя, наверное, были конкретные цари, правители, князя, которые так себя нехорошо вели. Но вы, как народ, возводите на престол насилие. Это не то, чтобы вот царь плохой, мы его скинем, поставим хорошего, потом выяснится, что он тоже плохой, сколько раз такое в истории было. А еще даже и хуже. А в том, что вы на престол, вы на власть назначаете насилие как принцип. И в этом смысле скидывать одного конкретного носителя насилия бесполезно, потому что сам переворот будет насилием, и придет еще худшее насилие. Но вот когда вы стараетесь во главу угла поставить голую силу, стараетесь поставить вот этот принцип наглости, кто смел, тот и съел, вот тогда вы и оказываетесь в том соревновании с соседями, которого вам не выиграть. Потому что у вас силенок-то мало. Либо вы на Бога полагаетесь, тогда он как-то вас защищает, что-то с вами делает. Ну, либо померяйтесь силами с ассирийцами. Вот повоюйте-ка с Соединенными Штатами, дорогие россияне, не хотите, тогда придумайте другое, чем от них отличаться. Не силой армии, не мощью экономики и чем-то другим. А вот надо найти какое-то иное измерение, в чем вы можете быть лучше, чем они. Если вы хотите с ними мериться силой. А чем же вы занимаетесь, говорит он своим соседям ближайшим, иудеям? Вы, возлежащие на ложах из кости, на шикарных абсолютно предметах мебели, нежитесь вы на своих постелях, поедаете барашков, взятых из отара, и коров, выбранных от стат, поигрываете себя на лире. Приятно проводите время, казалось бы, чего плохого. Придумываете себе инструменты, словно Давид. Давид, это царь, причем имя не случайно. Ну, во-первых, он играл на лире, и мы знаем об этом, и царя Саула, когда-то еще своего предшественника, он именно этим как-то успокаивал, когда на него находил злой дух. А кроме того, Давид, конечно, основатель династии Южного царства, и только эта династия могла править. Так что они гордились тем, что они сыны Давидовой. Северное царство израильское это все забросило, там кто угодно становился царем, им было наплевать, у них была просто междоусобица все время политическая. Ну, понятно, кто вылез, тот и победил. Вот, и всех остальных разогнал. В Южном царстве все-таки соблюдали Давидову эту династию, и они гордились этим. Так вот, смотрите, вы едите, пьете, развлекаетесь, даже на лире играетесь, как Давид, пьете вино из чаш, натираетесь отборным маслом, то есть все у вас хорошо, а до бедствия Иосифа и дела вам нет. Иосиф, так часто назывались северные десять колен, просто потому что два самых крупных из них, они были потомками Иосифа, сына Иакова. Ефрема Моносия. Поэтому северное царство – это царство Иосифа, как южное – это царство Иуда. Хотя там были и другие колена, но вот главные, да, как московиты, это часто обо всех россиянах, по крайней мере, европейской части. Вот, и вам нет дела до бедствия Иосифа. То есть, смотрите, отношения, может быть, не очень. И вот там, где вы доверяетесь горе Самарийской, вы поступаете очень плохо. А вот там, где вы не сочувствуете, вы поступаете еще хуже. То есть, доверяться нельзя, а сочувствовать надо. Видите, какая тонкая разница здесь есть. Доверяться, значит, делать все так, как тебе скажут эти люди. Но сочувствовать им – это совсем другое. Сочувствовать, то есть, испытывать боль, когда им больно, помогать им, когда они в беде. Вот доверять не надо, а сочувствовать обязательно. Прекрасный принцип для отношений с человеком, который сильно досаждает, и который явно неправ. Наверное, многие с такими сталкивались. Там, как-нибудь алкоголик, какая-нибудь безумная соседка, там, какой-нибудь вор, который постоянно… Ему там нельзя в дом его пустить, чтобы он не стащил чего-нибудь. Доверять таким людям нельзя, а сочувствовать – да. Это их беда, это их мучение, это их кошмар, в котором они живут. Так вот, вы доверяете, но вы не сочувствуете. Это хуже всего. Потому вы первыми пойдете в плен, закончится празднество изнеженных. Ну, вообще-то, первыми в плен пошли жители Северного Царства, как раз Израиля. Но, может быть, здесь имеется в виду не первыми по сравнению с израильтянами, с Северным Царством, а первыми из своего народа. Что вот первыми пойдут не простые иудеи, а те, кто определяют эту политику. «Клянется Господь самим собой пророчество Господа, Бога, воинств, мерзкамни, надменности Иакова, ненавистные его палаты, предам врагу и город, и все, что в городе. Если в доме останется десятеро, все умрут. Возьмут их кто-то из родней, сжигатель трупов». Ну, то есть, человек, который занимается похоронами. Очевидно, во время эпидемии трупы сжигали, потому что вообще, конечно, трупы хоронили, а сжигали, чтобы не допустить распространения заразы. И сжигатель трупов, чтобы вынести тела из дома, и спросит одни другого, «Остался ли кто с тобой в этом доме?» И другой ответит, «Никого». Тогда скажет, «Нельзя упоминать Господне имя». Странная ситуация. Зачем он об этом говорит, «Нельзя упоминать Господне имя?» Вероятно, потому что в ситуации, когда все погибли, естественно, призвать Бога, естественно, как-то, ну, может быть, даже не то, что помолиться, или не обязательно помолиться, а просто сказать, «О, Господи, Боже мой, какой кошмар!» И он запрещает упоминать Господне имя. И вот это, может быть, самый такой венец этой трагедии. Не просто все плохо, не просто увели в изгнание, не просто напал мор, а вот даже и Бога-то не призвать в этой беде. Вот даже и словечком обмолвиться не удается. Вот как-то так все ужасно, что мы сказать о нем не можем. И вот такое бедствие их ждет. Так пришел Господь, большие дома в дребезги разбить, малые на куски разломать. Будут ли скакать по скалам кони, будут ли пахать валы? Скалы – не та местность, где можно использовать скот. Вот вы справедливость превратили в яд, плоды праведности, в полынную горечь. А вот жизнь, при которой нет ни справедливости, ни праведности, он постоянно к этому возвращается, а в ней невозможно упоминать Господне имя. Как коням нельзя скакать по скалам. Или валам пахать. Вы, кто веселится в лодоваре, говоря, не сами ли мы покорили Корнаем? Корнаем, ну, это название географических пунктов, которые мы точно не знаем, к чему здесь. Какие-то местные праздники, победы, кто-то там кого-то победил и радуется этому. Но я воздвигну на вас, Дом Израиля, в пророчество Господа, Бога, воинств, народ, что будет вас угнетать от Левохамата до речной долины. Это границы. Границы вот этого самого Южного Царства. И представим себе, вот они там где-то у себя в Бербиджане сидят и радуются, что победили там какую-то окрестную деревню. А вот границы от Владивостока до Калининграда. То есть вот вся эта территория будет захвачена врагом, который всю эту радость обратит в горечь и, в общем, ничего хорошего им уже не достанется. Ну, а в седьмой главе начинаются интересные видения, интересные диалоги. Мы о них поговорим в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok